что творится на улице я не знаю смотрю в окно там нет никого дворники только в оранжевых костюмчиках метут но самое главное что я уже который день не могу купить гречку в магазинах тут у меня на районе я живу на шабловке нету ни в одном магазине гречки ну вот такой вот наши традиционные все скупили и никто больше не везет я уже не говорю про туалетную бумагу смех и грех остатки гречки вот у меня есть я подумал что если вдруг вы запаслись гречкой и как бы вам же нужно еще 100 рецептов из гречки какой-то на придумывать потому что ну а как вы будете жить вы же не будете есть ее целыми днями сухую кашу даже без масла хотя масло в магазинах полно сыра полно даже сельдерей есть в любом магазине а гречки нет а и смех и грех так вот давайте сделаем чем прикольная быстро и показываю как основу это может быть как гарнир это может быть как полноценное блюдо это может быть как основа для супа и это может быть ну-ка холодная закуска нет но начинка для блинов это может быть как элемент начинки для пирога в общем очень крутое простое решение для гречки в наше нестабильное коронавирусное время хотя уже он должен скоро пройти так сковородку разогреваем сковородку разогреваем масло вливаем растительное подсолнечное смысле обычное масло без каких-либо инсинуаций смотрите объем у нас будет такой приличный учитывая что в два раза разварится будет так еще овощи грибы значит соответственно здесь примерно миллилитров 50 на масло мы сейчас должны вначале обжарить овощи как только у нас все это получилось отправляем вначале морковь я ее уже нарезал кубиком я надеюсь что вам не надо объяснять и показывать как и урезать за три с лишним года вы уже стали профессионалами кухни глядя на мой канал потому что мы уже прошли с вами все и нарезки и так далее но подобное значит сразу же ну как сразу же через короткое время отправляем сюда лук ждем раз два три 4 5 уже время прошло перемешиваем перемешиваем и пора отправлять сельдерей сельдерей чик мелко 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 нарубленный кубиком вы мне потом присылаете фотки спасибо огромное что в инстаграм что в контакте кстати ссылочки все есть моего инстаграма и контакта внизу почему-то никто не обращать внимание пишут вопросы про соцсети даже не попытавшись меня там разыскать присылают благодарность типа вот мы блюдо сделали благодарность а я порой смотрю блюдо если бы вы не писали название об даже не догадался что это блюдо я же говорю если резать значит мелко мелко крупно крупно вы же все делаете наоборот такие простые русские люди все наоборот но самое главное что количество благодарности много а это значит что на пользу на пользу так кроме пользы у нас еще должна быть соль значит смотрите солим овощи сразу чтобы они тут поженились чтобы вкусы обменялись перемешиваем перемешиваем получается вот такая яркая цветовая гамма слегка овощи уже спассированы поэтому можно добавлять мелко нарезанные грибы я купил магазине не было цельных шампиньонов купил нарезанные нарезанные пластинками и потом их мелко пошинковал ну то есть я к тому что любые грибы подойдут шампиньоны вешенки главное использовать примерно в равных пропорциях там кусочек морковки кусочек сельдерея одну небольшую луковицу пяток грибочков и все черный перец это не черный это красный который не до ферментированный и ферментированный что это у меня лонг компотский соленый длинный перец давайте подмешаем сюда немножко такого перца сякова перца значит все что у вас есть все используем для создания приятного гастрономического так сказать флера ароматизации существующего блюда он соли то хранится вот этот длинный даже и не собирается засыхать мягкий соль видимо не дает пересыхать ему хотя открытый уже стоит столько времени добавляем на свое усмотрение приправки ой как вкусно пахнет а выглядит как так шикарно видите когда мелко режете все красивым кубиком все блюдо приобретает такой приятный профессиональный вид делайте как попало и будет похоже на на то как будто граната попала на склад овощей гречку высыпаем моем теперь промытую гречку отправляем сюда моем только лишь от пыли и только если гречка дешевая теперь жарим вместе с овощами так кстати можно делать и с белой гречкой но только белую гречку чем отличается белая от коричневой коричневая на заводе там где перерабатывают и и обжаривают белая она цельная из белой кстати получается более вязкая каша чем из обжаренной из обжаренной она такая не вязкая белая получается такая больше крахмала в ней потому что она не обжаренная ее можно проращивать если вы зожим занимаетесь берете белую обжариваете без масла ее на медленном огне сушить и карамелизуйте а потом также вот и добавляйте во все остальное вкус будет разный но идея ближе к оригиналу все хорошенечко обжарили вода лишняя ушла масло уже добавлять больше никакого не надо потом можете добавить если чего вдруг захочется по соли отрегулируйте в конце а сейчас заливаем гречку причем заливаем так чтобы вода только-только и покрыла мы не будем делать кашу мы должны отварить гречку так чтобы она была мягкая но закрытая закрываем крышкой минимальный огонек самый что ни на есть маленький и засекаем 12 минут гречка напаривается влагу впитывает соки впитывает соль все это значит желающие могут еще в процессе обжарки добавить томатной пасты если нужна кислинка если кто томатной пасты не хочет значит после того как вы ее открыли можно добавить чуть-чуть лимонного сока каплю знаете для баланса вкуса значит как я уже сказал цель была ее напитать влагой но чтобы она осталась закрытой под гречка посмотрите она вся практически закрытая но при всем при этом она рассыпчатая смотрите какая влаги внизу нету аромат просто потрясающий а но не гречка ли какая гречка без кусочка сливочного масла любая любая каша не каша супер вкусное сливочное масло находите у меня деревенская тут у ребяту фермеров брали вернее угощали нас на одной выставке перемешиваем сливочное масло это для тех кто не постится кто постится значит использует этот рецепт без сливочного масла веганы и вегетарианцы и тоже без сливочного масла если вы не едите если идите то добавляйте потому что ну а как гречка с таким обилием овощей теперь нужно попробовать она плотная такая классная не размазняя нам нужно немножко добавить вы можете сюда добавить тем натертый там пармезанчик натертый сырок вы можете сюда добавить как я уже сказал томатную пасту вы можете все добавить соевый соус вы можете сюда добавить немножко аджики можете добавить сюда сметану это базовый продукт очень крутой гарнир и очень крутое самостоятельное блюдо значит выкладываем гречку с овощами сварите вот хоть раз по этому рецепту вы поймете что вот эта плотная гречка когда она не разваренная но от температуры овощи все мягкие получается что вкус у нее совершенно иной иной как будто вы побывали в чудесной стране под названием шеф-повар василий емельяненко ну то есть на моем канале гречки не жалейте потому что это сметут в секунду что делаем я чуть-чуть перчика дам вы знаете для аромата шикар да я чуть не забыл ну то есть это был сюрприз конечно сегодня не первый жопы совы а нога цыпленка я ее поставил запекаться заранее пока готовил гречку и хотел такой сюрприз знаете это вообще анти веганская тема вкусный гарнир есть а хрустящая ножка цыпленка которая там всегда может вдруг случайно оказаться у вас в духовке украсит это блюдо так как нужно да и не забывайте что вот этот вот сок выделившийся он тоже должен быть на гречке для того чтобы курица красивый колер получила и легкий аромат дым к немножечко у кого есть горелка пройдитесь я всегда рекомендую польза шикарная вообще для всего этого так сказать и нашего почти весеннего ужина видите только чутка не вздумайте жечь там ее как напалмом с этой стороны даже слегка подрумянилось вот на гречку опа вот это на по-настоящему вот это сразу любая гречка превращается во что слюну я не над доской вот смотрите на доску это вот здесь это а я вот здесь вот ножичек который должен был быть он и будет им тот нож который отрежет кусок курицы от гречка вначале вот такую гречку оценит любой даже те кто ненавидит ее вырезаем кусок с хрустящей кожицы обязательно чутка какой-нибудь перчиком уже даже не я ничего не делал с курицей я просто посолил ее и маслицем сбрызнул где я еще не посолил каплю хрустящая кожица это самое главное божественно главное отыскать качественную ногу курицы с гречкой овощами все понятно тоже ресторанная техника когда гречка не даешь развариться но вкусно в наше время когда каждый призывает друг друга находиться дома для того чтобы не распространялся вирус вот это понятная простая еда без понтов без всяких фельдиперсовых штук но вкус потрясающий приятного аппетита дорогие друзья а